Оставили Савченко без надежды. Что могла натворить Надя с гранатой? И не ждут ли украинские застенки ту, которая с трудом была вырвана из российских казематов? Новая волна электронных деклараций. Какими богатствами в этом году удивляют слуги народа? И как продвигается проверка предыдущих отчетов о роскоши? Медленная смерть скорой помощи. Кто разваливает службу экстренной медицины? И как это отразится на уровне смертности украинцев? Теория зарплатной относительности. Почему формально бедные в действительности живут на широкую ногу, а те, чьи зарплаты регулярно повышают, вынуждены считать копейки? Добрый вечер, я Алексей Лихман. Давайте вместе проанализируем главные подробности уходящей недели. Сегодня мы вынуждены начать с оперативной новости. Надежда Савченко уже под арестом. Такую меру пресечения избрал ей Шевченковский суд Киева. Провести за решеткой она может как минимум несколько месяцев. Как сама Савченко отреагировала на такое решение? Кого уже успела оскорбить даже в суде? И сколько всего лет заключения ей теперь грозит в Украине? Знает Александр Васильченко. Дежавю. В черной футболке с белым трезубом. Савченко заводят в зал. Она сразу же обращается к журналистам. Вам это добрый чудо? Да. Через несколько минут начинается заседание. Первое ходатайство о переводе Надежды Савченко из-за решетки на скамью к адвокатам. Судья идет в совещательную комнату. А журналисты просят Савченко прокомментировать видео, которое накануне генпрокурор продемонстрировал в парламенте. Подивите меня еще раз уважаю. Мы подивились, прокомментируйте. Ничего вы встречались с Грубаном? Я извинения повинен. Я уже не одноразово это говорила. После перерыва Савченко выпускают в зал суда. Далее слово дают военным прокурорам. Сторона обвинения уверена. Нардеп может влиять на ход следствия. Уничтожить вещдоки и убежать за границу. Поэтому попросили самую строгую меру пресечения. Прошу застосовывать до Савченко Надеи Рикторовны. Запобежный захид. Выглядит тримание под вартою. Неизначающий размер заставы на 60 битв. Затем слово берут не адвокаты, а сама Савченко. И уже традиционно объявляет голодовку. Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня. Все обвинения в свой адрес депутат отрицает. Говорит, оружие с оккупированных территорий вывозила. Не для подготовки теракта, а для изучения. Мол, проверяла, завозили оружие из России или производили в Ордло. Говорила Надя, как всегда много, и с бравадой. Интересы Савченко представляли три адвоката. Главный акцент делали на процессуальных нарушениях. Мол, слежка была незаконна. Выслушав все стороны, суд снова ушел в совещательную комнату. Думать над мерой пресечения. А сама Надежда паузу использует для выступления перед камерами. Использует зачитанные спичи о недовольстве властью и патриотизме. И грубо ругается с прокурором. Спустя несколько часов, ближе к 7 вечера, выходит судья. Его решение арест на 60 суток без права внесения залога. По статьям, которые инкриминируют Савченко, грозит высшая мера. 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Александр Васильченко, Геннадий Вивденко, Сергей Ведмить. Подробности недели, телеканал Интер. Всю эту политическую неделю смело можно называть неделей Савченко. Она и главный ньюсмейкер, и главное разочарование. Даже очередной закон имени Савченко на этой неделе успели сразу и написать, и принять, и подписать. Теперь именно из-за Савченко в Верховной Раде и других госорганах всех посетителей будут очень строго проверять на наличие оружия. Что еще успели депутаты на этой неделе, и с каким настроением пока еще коллеги Савченко отправляли ее из Рады в суд, расскажет Елена Зорина. Работа без попкорна, но с элементами триллера. Гранатами и стволами. И даже легким стриптизом. Планы грандиозные. Депутаты уже в начале недели наконец-то голосуют за то, что планируют рассмотреть на этой сессии. Вопросов более сотни. Но уже на первом это изменение в бюджетный кодекс стопорятся. Уговаривать избранников приходится и спикеру, и даже министру. Нам необходимо принять этот законопроект. Будьте, поддержите его. В парламенте только и разговоров, что о Савченко тучи над избранницей сгущаются еще в начале недели. И эта история фактически перечеркивает весь депутатский распорядок. Сначала нардепы решают разоружить самих себя. Мы все знаем, что в зале постоянно находится 30-50 стволов. Будь-кто не может шукать народного депутата. И уже к середине недели в парламенте появляется рентген для депутатских сумок. У меня нашли ножицы. Вивчаю английскую мову, полепшую я знания. Я как раз вырезаю окременные статьи. Но, несмотря на то, что их нашли, я с ними пройшла. А к четвергу и сама Савченко с гранатами. Были у меня? Гранаты были украинцы. Смотрите и насладывайте шоу. И всем рекомендую гранаты. Шоу с перепалками сначала в регламентном комитете, а затем под куполом депутатам крутят кино. Действующие лица Савченко, Рубан, террористы. Видеодоказательства генпрокуратуры. Из Сарану, да? Там, наверное, уже люстра падает. И все, которые ходили. Дальше, это, наверное, пропал больше ничего не интереснее. Досканала секретная операция, которая сейчас подходит к своему финалу. Когда в листопаде первый бус с оружием, с Рубаном за кермом и с депутатом Савченко что называется лицом к лицу, периодически выходит в коридор, пьет воду, выступает с показной бравадой. Один за другим на голосование выносят вопросы о снятии неприкосновенности, разрешение на задержание и арест Савченко. Депутаты поддерживают. Все, что касается Надеи Савченко, это, честно говоря, моя личность. Это очень глубокая боль. Я была вчера у отряджения в другой стране, и я не принимала участие в этом голосовании. Но если бы я была в салоне, то я бы голосовала за снятие неприкосновенности, но я бы не голосовала за арест. Я считаю, что можно было, не арештовывая человека, разобраться с всеми обстоятельствами этой справки. Развязка детектива уже в коридоре. Пока Надежда уходит, оппозиция подсчитывает, до каких вопросов из-за Савченко у избранников так руки и не дошли. Мы смотрели кино, шли дискуссии, а закон о допомоге переселенцев остался без расследований. У нас будет следовательно. Первое, законы по поддержке переселенцев, их четыре. Другое, решение вопросов военных пенсионеров. Не знаете, где брать деньги? Мы покажем. И третье, расследование постановы про освобождение выполнения об обязанности министра охраны и здоровья, пани Супун. Кстати, сейчас наша фракция сделала с этого привода официальную заявку с трибуны, что мы требуем, чтобы постанова 56.42 про освобождение этого руководителя была поставлена в порядок дня и расследована парламентом. Перенести пришлось и рассмотрение нашумевшего законопроекта о нацбезопасности. В комитете не было кворума. На наступные пленарные недели, которые происходят через три недели, он потребует определенного расширения, определенного удосконаления в направлении рекомендаций наших партнеров, которые координатуют работу Украины о входе в НАТО. На следующую пленарную неделю анонсируют новые кадровые решения и еще один не менее долгожданный законопроект об антикоррупционном суде. Уновление склада ЦВК и оборудование судов Конституционного суда за квотой парламенту. Это наши наступные кроки, которые мы должны решить. Кроме этого, уже, скажем так, не дозрело, а перезрело вопрос оборудования аудитора НАБУ. На этой неделе, кроме Савченко, были еще и декларации. Депутаты спустя почти неделю осудили выборы российского президента в оккупированном Крыму. И работа над ошибками. Парламентарии исправили неточности в Уголовно-процессуальном кодексе. Между делом вспоминают и о Лиге чемпионов УЕФА алкоголе и незаконных построек. Верховная Рада вчора также позволила легализацию строительных б住ев сельско-господарских б住ев, гаражей, дач, которые построены с 1992 по 2015 год. И имеют площадь не больше 300 метров. Также есть решение, которое вчора ухвалила Верховная Рада. Это то, что она надала право органам местного самовредования А вот вопрос декларирования общественными организациями доходов снова повис в воздухе. Не нашлось голосов даже, чтобы включить в повестку дня. На следующей неделе его обещают вынести снова, если ничего не помешает. Елена Зорина, Александр Васильченко, Владимир Самченко, Иван Ермаков и Вадим Ревун. Подробности недели телеканал Интернер. Итак, есть ли хоть какой-то шанс у Савченко еще вернуться в Раду? И чем вообще может закончиться это дело? Давайте обсудим с нашими гостями. Сергей Мищенко, народный депутат и член парламентского комитета по правовой политике и правосудию. У нас в гостях и Тарас Загородний, политический эксперт. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Первый вопрос с вам обоим сразу. Вот как вы думаете, Надежда Савченко может еще появиться в стенах Верховной Рады? Коротко, Сергей. Верховной Рады, возможно и возможно будет кандидатом в президенты. Потому что за такими справами всегда существует не только криминальное подгрунтя, но и политическое. Треба задаваться себе вопросом, а кому это выгодно и что от этого будет? Иншим. Поэтому у меня есть вопрос к правоохранительным органам. А почему они не довели эту справу до того момента, когда должны были арестовать организаторов? Хорошо, давайте поговорим о качестве их работы, но секунд через 30, Тарас, а вы как думаете, Сергей Прав может уголовное дело перерасти в политическое? Ну оно и так политическое, никто не приховывает, что в принципе эта справа была поднята через то, что паня Савченко была первым в списке Батьковщины, а паня Тимошенко у нас главный претендент на главную посаду Украины. Это раз. По-друге, в истории украинского парламентаризма уже есть случаи, когда человек, который сидел за гратами, стал депутатом и потом выходил. Как минимум два могу вспомнить. Поэтому, суто теоретично, если не будет непогашенной судимости на час выборчей кампании, она может або быть в списке какой-то партии и прийти в Верховную Раду, або прийти по округу, если их кто-то заместит. Ответ ваше понятие на бою. В общем, если кратко, в нашей стране возможно все. Сергей, вам вопрос, как прокурору в прошлом и как члену Комитета по правовой политике. Вот те доказательства, вы же, думаю, внимательно изучили, которые предоставили прокуроры. Их достаточно? Как вы оцениваете их работу? Для того, чтобы оценивать доказы, нужно их криминальную справу выучить и оперативно-розшуковую справу выучить. Поэтому, понятно, что в том подании, которое подал генеральный прокурор, только сухие факти есть. А доказательная база, она в криминальной справе находится. Но то, что там существует, у меня снова вопрос, почему не вышли на организаторов. То есть, по тем видео и по тем материалам мы видели, что Савченко не является основным гравцем в этой справе. Рубан более активный, более зацикавленный был в террории на территории Киева и Украины. Вона, знаете, как подносящая патрони. Но все же это кто-то организовал. Я не думаю, что это величезные стратегии. Может, стоит ждать продолжение тогда? Или вы думаете, что эти люди уже могут сбежать? Почему? Вы понимаете, из тех доказов, которые были в подании, мы не видели, когда они планировали это сделать. Какого месяца, какого числа, в какой час они должны были сделать. Но из того, что мы услышали от генерального прокурора, можно сказать, что это было не на часе, потому что они ждали, когда все соберутся под куполом Верховной Ради. И президент, и уряд, и все посадовцы. Но это только когда президент оглашает на следующий год свою промову. И поэтому это не сейчас происходит. И поэтому вопрос, почему в этот год они взяли фигурантов этого дела? А могли бы выйти, знаете, что их агенты уже находятся в этом среде, могли бы выйти на организаторов? А возможно, у организаторов были и другие планы, возможно, еще что-то могло творить. Можливо. Але чему сейчас? Думаешь, что на многие вопросы мы узнаем ответы во время... Я думаю, что это отвлекание. В первую очередь, по многим вещам, я согласен с Тарасом, потому что будет все сделано для того, чтобы как-то поплюжить или очернить... Или использовать в политических играх. Основного сегодня рейтингового кандидата, это Юлия Володимировна Тимошенко. Это первое. Другое, от той провальной социально-экономической политики, которая сегодня существует. От той пенсионной реформы, которая на сегодняшний день провальна. И все люди говорят, что это похоронки Гройсмана. Вот это отвлекание, в том числе, от этих проблем. Потому что сейчас переключились и на эти справки, Майдана, которые не завершили. А сейчас есть топ-тема. Все другие подошли на другой план. Но политическая складовая, или будет социология показывать, что ее перетекание будет от кого-то забираться в этот рейтинг. И будет говорить, что позволит влада ей идти на выборы. То есть вырок будет до президентских выборов. Или этого вырока не будет. Ну посмотрим, посмотрим. Спасибо, что отметили. Будем за этим следить внимательно. Тарас, как вам поведение Савченко на этой неделе? Вот смотрите, я обратил внимание на то, что в своих многочисленных интервью, которые она начала с бешеной скоростью раздавать. Ну, как по мне, кстати, она еще и плохо к ним готовилась. Если честно, она говорила там много лишнего и для себя. Она не отрицала фактов, в которых я обвиняю. Она отрицала мотивы. Она как бы пыталась переиграть. Мне кажется, что это свидетельствует о том, что, ну знаете, как говорят, знает кошка, чье мясо съела. Вы согласитесь со мной или нет? Так, я тут погоджуюсь. Ну, известно всем, когда она переплетала Парабия и Пашинского. Там, конечно, что потом они спростовывали. Конечно, что была какая-то спроба переграти эту ситуацию. И дать, что начинка... Было ощущение, что она реально понимает, что доказательства есть. Есть. Так, это раз. И отрицать это без смысл. Так, и она пыталась фактически переграти, что это была спецоперация ее. И она, начебто, брала участь с боку украинских спецслужб. А не навпаки, ее играли, фактически вели в данном случае. Тому, звичайно, что деякий у нее была нервовость. Это можно было пометить по ней. Звичайно, что она не говорила, что там монтаж, того не было. Таких размов не было. Так, и поэтому в данном случае, звичайно, что, скорее всего, а было. Размовы были. И это повысит шанс, что она получает вырок. Принайменно, в данном случае, держава должна показать, что, принайменно, монополия на насильство остается в державе. И, принайменно, хотя бы она может себя защитить, влада, может себя защитить, принайменно, институт влады. Как бы мы до него не ставились. Спасибо за ответы. Спасибо, что нашли время. Тарас Загородний, Сергей Мищенко отвечали на мои вопросы. Спасибо. Мы продолжим темой, которую снова обнажила, ну или напомнила, дело Савченко на этой неделе. Это тема очень острая для Украины. 5 миллионов серых стволов и гранат. Это столько оружия сейчас находится на руках у украинцев. То есть, по грубым подсчетам, пистолет или взрывчатка есть у каждого восьмого. Результат такого глобального вооружения хорошо виден в ежедневных криминальных сводках. Выяснять отношения с гранатой в руке становится уже привычным делом. А значит, никто и нигде не может себя чувствовать в безопасности. И если себя депутаты на этой неделе разоружили, ну, тем самым обезопасили, то как обстоят дела с простыми украинскими гражданами? Готовы ли наши службы к новым взрывоопасным вызовам? Любовь Куклова я сняла. Взрывные реалии нашего времени. Любое-то будет сделано замечание, оно может обернуться трагедией. Почти ежедневно взрывы и перестрелки. Выяснять отношения с гранатой или пистолетом становится обыденным делом. Столичный супермаркет. Пьяный мужчина открыл стрельбу из пневмата, потому что кассир не нашла сдачу. Спальный район Киева. В полицейских бросили боевую гранату в ответ на просьбу предъявить документы. Такого уровня злочинности края не видела даже в 90-е. Как можно свидетельствовать о покращении уровня громадской безопасности по понижению злочинности? Это никак. А все потому, что Украина сейчас новоднена нелегальным оружием. Сейчас купить серый ствол не проблема. Продают на закрытых форумах в интернете. Но кроме нелегальных пистолетов в стране тысячи людей владеют наградным оружием. Это отдельная каста награденных. Среди них и законотворцы, народные депутаты. Раньше наши неприкосновенные даже на работу могли приходить с оружием. На меня сейчас нет оружия. Вы видите это? Да, у меня есть оружия, но я никогда не ходу в парламенту с оружием. Больше того, я в людных местах не ходу с оружием. С оружием для самозахтеста, а не для нападов. Вот когда додому кто-то до меня лезет, в лоб выстрелю ни секунды, ни думающих. Защищая своих детей, свою дружину, своих собак и свой дом. Но теперь и им закон писан. Депутаты решили разоружиться после истории с гранатами Савченко. И отныне в госучреждении, к примеру, вот в это здание под куполом. Только через рамки и сканер. Государственные службы управления Державной охраны Украины имеют полное право не допускать. Будь кого, кто имеет при себе предметы, которые оборонены соответствующим законам. А если хочешь войти поработать, ствол придется оставить в специальном сейфе. Вот только новшества эти понравились не всем. Известный боец парламентского фронта Владимир Порасюк даже потасовку с бойцами госохраны устроил. Отказался проходить через рамки и рентген. Это не оружие. Это не оружие. Ну что вы меня руками щипаете? Можете пройти на свое рабочее место? А я не хочу. Ну я не хочу. Ну я вам поясню. А я не хочу. Вы меня заставляете это сделать? Я змушен это делать. Теперь обязан. Хотя главное оружие Порасюка – кулаки и ноги. Сам он почему-то за новый закон не голосовал. Но если себя депутаты защитили неплохо, есть и рамки, и рентген, и бойцы госохраны, то как обстоят дела с другими учреждениями? К примеру, обычные суды. Ведь вооруженные конфликты в них тоже явление частое. Самый трагический пример Никополь. В прошлой осени во время слушания дела об убийстве мужчина взорвал две гранаты. В результате двое погибших, десять раненых. А все потому, что с охраной судов у нас беда. Раньше этим занималось спецподразделение «Грифон». Его ликвидировали, а новое не создали. Во многих судах металлоискателей нет. Или они не работают, как до сих пор в Никополе. Вот один из судов Киева. Хотя больше здания напоминают проходной двор. Миробезопасности, рамки и турникет. На входе просто показывают достоверение журналистам. Все, никакого досмотра вещей. А это столичная подземка. Метро – потенциально опасный объект. Закрытое пространство, много людей. Именно его часто выбирают преступники для атак во всем мире. В метрополитене часто выявляются особо опасные взрывчатые вещества. Тротил, пластид, взрыватели к ним, которые сами по себе тоже взрыватели к гранатам. Только в Киевской подземке за этот год задержали 30 человек с оружием. Буквально вчера полиция на станции Житомирская поймала мужчину с тротилом. Он ехал в центр. Зачем – неизвестно. Миллионы серых стволов и гранат в стране. Что делать с таким нелегальным арсеналом, пока не понимает никто. Ровно и так, как противостоять потенциальной опасности. Я могу сказать, что противостоять человеку, который находится в неадекватном состоянии, в этот момент он достает какой-либо вид оружия, пусть холодного, пусть огнестрельного, это только удел профессионалов. В полиции створен специальный подраздел «Корп». Он створен для того, чтобы задевался в специальных операциях по снижение, по снижение, по снижение, по снижение, по снижение групп. У «Корда» действительно подготовка серьезная. Но вот обычные патрульные к таким вызовам времени готовы далеко не всегда. И часто сами становятся жертвами вооруженных нападений. Профессиональная подготовка патрульной полиции, она, к сожалению, очень ощутимо отстает от реалий сегодняшнего времени. Это связано с тем, что кадры жутко неукомплектованы. Это центр, где учат самообороне. Все по израильскому образцу. Здесь, к слову, в подготовку проходят и бойцы «Корда», и патрульные, и личные телохранители. Инструктор Виталий Алексеев говорит, занимается очень много людей. Всех учат, что делать при вооруженном нападении. Лучшая защита – это скорость при отсутствии оружия. Соответственно, убегать желательно не по прямой линии. Так, чтобы, когда человек просто отдаляется по прямой линии, он просто все же становится легкой мишенью. Но снова же шансы очень малые. Здесь моделируют разные ситуации. Атаку на улиц, в магазине, в квартире, в центре даже стены двигаются. Есть возможность покататься вперед-назад, отработать какие-то задачи в движении. Смоделируем ситуацию. Допустим, на нас напали с огнестрелом, когда мы за рулем и в пробке. Как реагировать, если у нас тоже есть оружие? Машина, которая не может уехать, становится опасным объектом, поэтому ее нужно срочно покинуть и использовать как укрытие. А вот если оружия нет, нужно максимально быстро покинуть автомобиль. Это знания, которые точно не помешают в новых украинских реалиях. Сообщениями о взрывах и стрельбе пестрят информационные ленты. Но все же очень важно, чтобы государство решило проблему с оружием и безопасностью всех своих граждан, а не только неприкосновенных. Любовь Кукла, Елена Зорина, Инна Тобина, Сергей Килибник, Оксана Алексеева и Александр Кузнецов. Подробности недели. Телеканал Интер. Эта история, без преувеличения, поразила всю Украину. Владислав Волошин, боевой офицер, летчик-герой, застрелился из пистолета. У себя дома, в Николаеве, за стенкой была его семья. Почему военный на это пошел? Полиция рассматривает пять версий, но друзья Владислава считают, его довели до самоубийства из-за профессиональной деятельности. Волошин исполнял обязанности директора Николаевского международного аэропорта. Что же произошло и какие еще версии озвучивают правоохранители, Сергей Бордюжа расскажет. Потрясение. Так можно охарактеризовать то, как восприняли произошедшее в Николаеве. Герой АТО, бывший летчик штурмовика Су-25, а последние месяцы руководитель местного аэропорта покончил жизнь самоубийством. Владислав Волошин застрелился из пистолета Макарова у себя дома. Еще живого его довезли до больницы, но спасти не смогли. Волошин был в сознании, но причину своего поступка не объяснил. Действительно ли Владислава Волошина довели до самоубийства, теперь разбирается полиция. У правоохранителей есть пять версий. Несчастный случай, суицид из-за депрессии, возможных семейных проблем, конфликтов на военной службе или же в связи с профессиональной деятельностью. Я думаю, что его совесть не выдержала в борьбе с этой коррупцией, с этим всем, что творилось на аэропорту. Многие знакомые Волошина связывают его гибель именно с работой, точнее с реконструкцией пассажирского терминала аэропорта. Строительство начала одна компания, потом чиновники провели тендер, и его выиграла уже совершенно другая фирма. Стоимость объекта более 100 миллионов гривен. Местные СМИ и активисты подняли вопрос о возможных махинациях с бюджетными деньгами и причастности к этому областных чиновников. Вам не стыдно? Вы не знали о том, что происходит по аэропорту? Почему происходят ремонтные работы аэровокзала, не проведя ни проект, ни тендер? Вам за это не стыдно? Это имеет отношение? Это следствие явило всего? На следующий день после самоубийства в интернете появилась переписка Волошина с коллегой и другом. Говорит, его заставили подписать сомнительный тендер. Из-за этого Владислав был в подавленном состоянии. Губернатор Николаевской области Алексей Савченко за неделю так и не появился на публике. Только написал в фейсбуке, никакого отношения к самоубийству Волошина не имеет. За начальника отдуваются подчиненные. Он на больничном. Он в Израиле лечится. На больничном. Я вышел ответить на вопросы. Трагическая гибель Владислава Волошина вызвала большой резонанс. Массовые митинги прошли в Николаеве, а затем и в Киеве. Люди уверены, в смерти героя виновен конкретный человек. Губернатор Николаевщины на сегодня может выявиться основным подозреваемым в этой справе. Поэтому мы как раз сегодня требуем отстранения его от взаимной посады, проведения служебной проверки, проведения расследования. Активисты даже соответствующие обращения к президенту подали. А с Владиславом Волошиным в среду простились в Николаеве. Его провожали как героя. Похоронили на родине в Луганской области. Владу было 29. У него остались жена и двое маленьких детей. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности недели. Телеканал Интер. Это подробности недели. И вот о каких темах мы будем говорить дальше в нашей программе. Новая волна электронных деклараций. Какими богатствами в этом году удивляют слуги народа? И как продвигается проверка предыдущих отчетов о роскоши? Медленная смерть скорой помощи. Кто разваливает службу экстренной медицины? И как это отразится на уровне смертности украинцев? Теория зарплатной относительности. Почему формально бедные в действительности живут на широкую ногу? А те, чьи зарплаты регулярно повышают, вынуждены считать копейки? Наконец-то завершается эпопея с лоукостером Райнэйр. Компания все-таки начнет работать в Украине уже в этом году. Первые полеты по 15 направлениям стартуют уже в октябре. Вообще, эта история тянется уже больше года. Еще прошлой весной чиновники говорили, мол, решение принято и Райнэйр заходит. Но переговоры с аэропортами затягивались, решение откладывалось. Вот теперь уже есть конкретные договоры. Лоукостер будет работать в аэропортах Борисполь и Львов. Напомню, что это самая крупная и самая дешевая европейская авиакомпания. Полеты будут доступны в Польшу, Испанию, Словакию, Литву, Британию, Швецию и Германию. Главный плюс – привлекательная цена от 10 до 40 евро за билет. Президент Украины Петр Порошенко попросил Райнэйр изучить возможность перевозок и внутри Украины. Компания рассчитывает за первый год перевезти миллион украинцев. Моя команда ретельно обговорила с ними возможность создания тут IT-центра Райнэйр. Украина славится своими IT-шниками. И навыще им ехать в Варшаву, Вроцлав, Дублін, Эстонию, Мы планируем, что в будущем сможем соединить Украину с 200 городами по всему миру. Сегодня же начинаем с 15 маршрутов. А в дальнейшем, в последующий год-полтора, хотели бы увидеть 30-40 маршрутов. Ну и, как водится, от хороших новостей к привычным. Грядут перестановки в НПК. Нацагентство, которое занимается проверкой электронных деклараций и поддерживает работу соответствующего реестра. Глава агентства Наталья Корчак уже на следующей неделе, 28 марта, будет отмечать двухлетие в должности. А это для нее и конец срока полномочий. Закон о предотвращении коррупции, который как раз и регулирует деятельность агентства, устанавливает, что главу НПК избирают всего лишь на два года. Причем один и тот же человек не может занимать эту должность два срока подряд. Но хотя нормы закона очень четкие, еще очень большой вопрос, выполнят ли их. Все-таки в нашей стране, ну, очень уж привычно для чиновников оставаться на должностях, даже тогда, когда все разумные и законные сроки для этого уже закончились. На следующей же неделе и завершение сроков подачи электронных деклараций за 2017 год. Чиновники и депутаты должны успеть до следующего воскресенья. За опоздание грозит штраф. Вообще в реестре на сегодняшний день уже миллионы документов. Вот только агентство смогло проверить лишь некоторые из них. Речь идет буквально о нескольких сотнях деклараций. Фактически реестр превратился просто в копилку свидетельств о том, кто чем богат во власти. Но вот есть ли шанс, что эту копилку все-таки кто-то из проверяющих хорошенько потрясет? Выясняла Павлина Василенко. День смеха, 1 апреля, дедлайн для подачи э-деклараций. Я сомневаюсь, что мы побачим много каких-то радикальных изменений. Но перемены все же есть. Сами декларанты уже стали опытными. Там и запомнивать, где сходим. А некоторые еще остроумнее. Мы выловливали реально в декларациях задекларованных собак с приписьом, что это бесценные. Пока в системе полмиллиона документов. Половина декларантов еще не раскрыла своих богатств. Что закон вымогает, то я вкажу. А все же побачите. Для декларации они же для чего выгаданы? Чтобы мы с вами не спілкувались, кто в каких-то шкарпетках ходит, сколько за них заплатил. А чтобы каждый божайчик, если ему интересно, он за что и подавился. Чтобы просто таким образом мы оптимизуем работу журналистов, чтобы они занимались выключенным выяснением каких-то новинных вещей, и они изъясовывали вопросы и детали права нового життя депутатов. А вот бывший главный налоговик Роман Насиров, частную жизнь не скрывая декларацию, уже подал. Указал, два дома, четыре квартиры, коллекции вин и монет, ковер, тренажер и картины. Добра немало. Вот только доход за прошлый год у Насирова всего 6 гривен. Он изрядно поиздержался за время следствия. Но зато в день рождения у Насирова появились элитные часы-бреги. Да и вообще, судя по декларациям, украинцы щедры на презенты. Дарят не только часы, но и миллионы гривен. Если бы мне кто-то подарил, я даже готовый податки заплатить. Но не дарует, понимаете? Нардеп Лев Педлесецкий декларацию заполнил две недели назад. В этот раз, говорит, ничего не забыл. Но чаще всего слуги народа декларируют свое добро не в гривнях. На счетах у топов и випов преимущественно валюта, а у некоторых даже виртуальная. Александр Урбанский задекларировал 2454 биткоина. Стоимостью на конец прошлого года более 2 миллиардов гривен. У однопартийца Урбанского Алексея Мушака биткоинов меньше. Всего 465. Я первый народный депутат Украины, который задекларировал биткоины. На момент декларации это было порядка 160 тысяч долларов. Сейчас это большая цифра. Криптовалюта в декларациях – это не только дань моде, но и неплохая возможность уйти от ответственности. То, что декларируют биткоины в Украине, означает, что наши большие государственные службы находятся способом, как ухвалиться от ответственности и от дополнительных вопросов. Нет регулирования государственного, вообще не идет в мире нормально, что это такое. Это деньги? Это мальчик? А если оно злочинное, как это проверить? А это невозможно проверить? Но новаторов, доверяющим биткоинам, немного. Недвижимость – вот твердая и популярная валюта украинских чиновников и в столице, и в регионах. Это Ромео Скрипа – черновицкий депутат и настоящий квартирный магнат. Их у Ромео – 63. Как я и говорил раньше, я являюсь застройщиком. Строю каждую свою продажу квартиры, я указываю это в декларации. Поэтому это можно все выяснить, проверить. Я абсолютно ничего не скрываю. Они тоже строят и не за свои, а за бюджетные деньги. Но сколько зарабатывают и тратят сотрудники, к примеру, Нафтогаза или Украфтодора, вообще можно и не узнать. Украфтодор, который должен сейчас дать ян, за государственные деньги, не декларируется. Почему? Там просто не написано в законе. Нет, такая дырка. Из-за формы компаний, организационно-правовой, через то, чтобы не акционерное товариство, они не могут декларироваться. В этом году, как и в прошлом, ожидается миллион деклараций. За два года скопилось уже три миллиона. Но, как и три года назад, НПК проверяет электронные отчеты вручную. Автоматическая система до сих пор не запущена. И одна из лучших систем электронных деклараций в мире остается всего лишь хранилищем. Это имитация. То есть мы, де-факто, имитируем борьбу с коррупцией. И должна быть какая-то реакция. Осталось огромное вопрос. У большинства граждан Украины, а что дальше? А дальше игра в имитацию будет продолжаться. Ведь без полноценной системы проверки и политической воли бороться с коррупцией, услуги народа и дальше будут ловко прятать свои богатства в лабиринтах никому не нужных деклараций. А вот кому к лабиринтам декларации все-таки придется привыкать, так это активистам антикоррупционных организаций. И не им одним, но и всем их подрядчикам и поставщикам. А также просто каждому, кто получил от активистов хоть какой-то ресурс. Вплоть до канцелярских подарков или питания. Такие нормы закона действуют на сегодняшний день. И хотя политики не раз обещали их отменить, а все западные друзья Украины и в США, и в Евросоюзе настаивают, что активисты не могут быть субъектами декларирования, голосов на это решение в Верховной Раде все-таки не нашлось. Вот почему не нашлось этих голосов и есть ли еще время для решения этой проблемы? Это первые вопросы для наших гостей. Алексей Гончаренко, замглавы фракции блока Петра Порошенко, и Руслан Радецкий, экс-замглавы НАПК, сейчас на связи со студией нашей программы. Алексей, давайте начнем с вас. Так что там с декларациями антикоррупционных активистов? Должны заполнять, как и все остальные субъекты декларирования? И, ну вот, представим ситуацию, что не заполнят. Их ждет уголовная ответственность тогда? Или все-таки депутаты могут в ближайшее время отсрочить или вообще отменить эту норму? Добрый вечер. К сожалению, парламент на последней сессионной неделе не смог принять законопроект, который бы позволил, как наша фракция уже достаточно давно предложила и настаивала на этом, и мы голосовали. К сожалению, не набралась голосовка за законопроект, который бы позволил хотя бы отсрочить до 1 июля этот вопрос, а за это время уже изменить законодательство, законодательство, с тем, чтобы большей части активистов не нужно было ничего декларировать, но парламент не проголосовал, соответственно, 1 апреля приближается, это не только у нас юморина, я сейчас из Одессы включаюсь, наш любимый праздник, но это день, когда все должны, до этого дня, все должны подать свои декларации. И теперь активисты не исключение, они обязаны подать декларацию. За неподачу уголовной ответственности нет, а вот за подачу недостоверных данных есть уголовная ответственность. Алексей, ну тут я бы вам хотел напомнить, что вы играете в эти декларационные игры не только с нашими антикоррупционными активистами, вы играете в них еще и с Западом. Западные политики и дипломаты не раз просили Украину отменить эти нормы. Вот если отмена не произойдет, или она будет отсрочена еще на какой-то неопределенный срок, а не так, как вы говорите, вы представляете, какой может быть реакция с Западом? Есть еще и решение Венецианской комиссии, которая также достаточно четко говорит. Реакция Запада, знаете, наверное, все-таки не самое главное, что должно нас волновать. Нас больше всего должна волновать борьба с коррупцией внутри страны. И я не думаю, что как раз общественные активисты это те, чьи декларации мы должны проверить в первую очередь. У нас масса людей, которые никогда нигде не работают, декларируют сегодня миллионы долларов, кэшем какие-то беговые дорожки, коллекции картин, ятаганов и прочего, и прочего. И их проверять нужно в первую очередь, а уж не общественных активистов. Однако, к сожалению, Верховная Рада не приняла этот закон. До 1 апреля заседаний больше не будет. Соответственно, все, собственно говоря, произошло. То есть уже необходимо активистам общественным декларироваться и готовить эти декларации. Спасибо. Ну а кто их будет проверять в дальнейшем, мы поговорим уже с Русланом. Руслан, скажите, пожалуйста, с чего на следующей неделе ждать по главе агентства? Срок полномочий Корчак истекает, она уже точно уйдет со своей должности? Или мы можем допустить, что она может остаться, ну, например, в статусе исполняющей обязанности? У нас многие чиновники в этом статусе зависают чуть ли не на годы. Добрый вечер. Відповідно до законодавства, то пані Корчак має залишити посаду голови и быть обычным членом НЗК. Но мы можем предвидеть такую ситуацию, когда будет разыгрываться, что ее не могут переобрать или не решить вопрос о кандидатуре нового члена на голову НЗК. Мы знаем, что начали три нового члена НЗК, который также выявляет и выявляет желание руководить национальное агентство. Есть четвертый член НЗК, который также в долгий час проявляет желание быть членом НЗК. Поэтому я думаю, что эта конкуренция присутствует до того, что, возможно, Корчак залишится на этой посаде или они могут выбрать заступника головы, который может выполнить обязанности, а Корчак будет обычным членом национального агентства. А что с активистами антикоррупционными? Они будут подавать декларации? Как вы считаете? Или все-таки у них есть какой-то люфт законодательный, чтобы потом, возможно, задним числом, как у нас пенсии, например, любят повышать пенсионерам, могут отменить эту норму, а в их обязательном декларировании? Ну, мы стали свидетелями гри, которые, наверное, должны сказывать антикоррупционным активистам подачу электронных деклараций. Но, как всегда, дотянули до конца. Рек прошел. Никто ничего не проявлял, никакой инициативы. Для того, чтобы раньше это вопрос вырежать, дотянули до последней хвилии, фактически, и не проголосовали. Но, соответственно, данные особи есть субъектами подачи электронных деклараций и должны до 1 квитня подать всю информацию в декларации про свои майновые статки. Ну, что тут можно сказать? Было бы желание, называется. Уж за год-то точно этот вопрос можно было решить. Но спасибо и за эти ответы. Алексей Гончаренко, замглавы фракции Блок Петра Порошенко и Руслан Радецкий, замглавы НПК, были на связи со студией подробностей недели. Страшный конфликт, странный конфликт, как его ни называй, возник в отношениях антикоррупционного бюро и антикоррупционной прокуратуры. Такое впечатление, что и между ними может разразиться следственно-аппаратная война. Все началось с новостей о том, что Назар Холодницкий, главный антикоррупционный прокурор, может уйти в отставку. Якобы по состоянию здоровья. Мол, заявление Холодницким уже написано, а само решение может появиться в этот понедельник. Журналисты сразу начали выяснять, что же такое случилось со здоровьем антикоррупционного прокурора и выяснили, что дело не в этом, а в материалах прослушки, которые установили в кабинете Холодницкого. Причем по запросу не кого-нибудь, а самого антикоррупционного бюро. Записывали разговоры несколько недель. Устройство было на внешней стенке аквариума, в кабинете у Холодницкого. И якобы по итогам услышанного ему могут вручить подозрения аж по двум эпизодам. Сам Холодницкий все это время, пока развивался скандал, находился в Брюсселе. Кстати, вместе с директором НАБУ, Артемом Сытником. Оттуда уже и прокомментировал ситуацию. Причем так, что все вопросы остались в силе. Ведь когда чиновник говорит, не дождетесь, это верное свидетельство, что проблема таки может существовать. Була очень хорошая медийная, такая сбалансована акция. Сначала я скажу, что я иду в отставку, потом я иду в отпуск, потом я до Великодня до отпуск, потом до конца травня до отпуск. И, знаете, без меня меня женили. Еще раз наголошую, я сейчас я пребываю с рабочим визитом в Брюсселе тут, САП, потому что я работаю дальше вместе. В понедельник у меня заслухованные нарады будут по актуальным нашим проведениям. И я чекаю информации, что это была за аппаратура, чья она была. Если кто-то хочет змусить меня таким образом до действия каких-то действий, представок или другого, не дождет. Медленная смерть скорой помощи. Кто разваливает службу экстренной медицины? И как это отразится на уровне смертности украинцев? Теория зарплатной относительности. Почему формально бедные в действительности живут на широкую ногу, а те, чьи зарплаты регулярно повышают, вынуждены считать копейки? Подробности недели снова в прямом эфире. Спасибо, что дождались. Все мы привыкли, что телефонный номер 103 это некая данность. Он всегда работает. И там всегда должны помочь. Каким бы ни был человек, богатым или бедным, он всегда должен рассчитывать, что скорая помощь к нему приедет. Но за последние несколько лет экстренная медицина в Украине столкнулась с такими проблемами, которые ставят под угрозу существование самой системы скорой помощи. Врачей и медработников буквально превращают в нищих. Вынуждают искать любую другую работу, чтобы можно было позволить себе элементарное еду, одежду, жилье. Почему так получается? Будем обсуждать сегодня очень подробно. Ну а начнем с материала Евгения Коваленко. Просто посмотрите, в каких условиях работают люди, от которых может зависеть жизнь каждого из нас. Здесь стоит запах сырости и гнили. Эти миски и бочки наполняются водой всего за несколько часов. Все сыпется и валится. И это не заброшенное здание, а рабочее место врачей. Станция экстренной медпомощи в Белой Церкви. Водители переселили в другую комнату, но и в ней не лучше. Стены и потолок тоже покрыты плесенью, разве что капает не так сильно. Но других помещений нет, а на ремонт не хватает денег. На выклик выезжает 218-я бригада. Подстать старому зданию автомобили. Этой машине скорой помощи уже более 20 лет. Вся в трещинах и ржавчине. Но до сих пор ездит на вызовы, ведь машин катастрофически не хватает. Фельдшер Евгений утверждает, эта машина вообще не предназначена для медпомощи. Мы уже как-то постарались нафаршировать кислородным ингалятором. Даже чтобы поставить, вы видите, систему капельницу, и то сами переробили. У нас стеночки такие есть. Нема ни розеток для подключения медической аппаратуры. Нет также перегородки между водителем и салоном. А значит, нельзя перевозить инфекционного больного. Если же случай тяжелый, то пациент в такой скорой вряд ли доедет до больницы. Если более тяжкие переломы хребта, то необходимо, чтобы был вакуумный матрас. А здесь есть только устаревшие щиты. В целом только на этой станции не хватает около 30 машин. Правда, недавно пригнали два новеньких автомобиля. Вот и получается финансово-транспортная кома. Денег нет ни на запуск новых, скорых, ни на ремонт старых. Обычно водители покупают запчасти за свои деньги. Зарплата водителя скорой такая же, как у фельдшера, чуть больше трех тысяч. Чтобы как-то выжить, все трудятся на нескольких работах. Я работаю на экстренной медичной помощи на ставку и на 0,5 ставки на невыкладной медичной помощи. Каждый из наших работников где-то здесь работает. Кто на такси, кто где-то на каком-то промышленности, мебле. Раньше на меблях работал. Даже форму иногда приходится покупать за свои деньги. Выдают только зимние куртки и штаны. Нехватку кадров, скорых и лекарств чувствуют на себе и пациенты. Елена Павловна гипертоник. Начинает свой день с таблеток и тонометра. 164 на 102. Давление высокое и в любой момент может подскочить. Когда у меня было 220 давления, скорая приезжала и говорила, вы знаете, у нас медикаментов нету, у нас уколов нету, у нас шприцов нету. Поэтому медикаменты у Елены Павловны теперь всегда под рукой. Врачей вызывают только тогда, когда совсем плохо. Но если раньше скорая, пусть и без лекарств, но приезжала, сейчас предлагают консультацию по телефону. Скорая говорит, мы по гипертонии не выезжаем. Мы вас сейчас соединим с врачом. У тебя руки холодные, ноги холодные, язык уже не шевелится. Ты уже вся синяя. А врач тебе говорит, выпейте сердечные капельки. Ведь теперь высокая температура или давление не повод вызывать скорую. С такими недугами нужно обращаться к семейному врачу, объясняют в Минздраве. То есть или идти в больницу самому, или ждать неотложку. Теперь врачи скорой будут выезжать только к тем, кто при смерти. Они не должны лечить. Водитель и парамедик будут только доставлять пациента в больницу. Но что, если скорую пациенты просто не дождутся? У них постоянно нет бензина, а что с колесами. И такая ситуация в маленьких поселках повсеместно. Вот Надворнянское отделение Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф. Два пижобоксера, одна газель и три старенькие уазика. Скромный автопарк на более чем 100 тысяч человек. Машины у нас работают круглодобово. Это один из пунктов Надворнянского отделения экстренной медпомощи. Делятинский обслуживает один поселок и три горных села. На все про все вот этот ржавый уазик. По здешним дорогам он колесит уже больше 10 лет. В любую погоду на летней резине. Вот такими дорогами мы ездим. Сюда на раз пышки лямки. Сюда машина не может выйти. Стоим на колено, капельницу подвязываем, а потримаем в руке и так тянем дорогу. Мария вызывала скорую год назад. Свою путешествие в роддом женщина не забудет. Трясло, потому что машина старая. Это горб, яма, трясется. Это невозможно. Потрясло и все это было. Еще в роддом. Дмитрий работает фельдшером уже 24 года. Говорит, часто не успевает на все вызовы, ведь миссия невыполнима. Бывает, что едем на один выклик, там уже поступает другой выклик, третий выклик. Один за одним. По этих дорогах не раз и 45 до годы не нужно ехать. А подмены у нас нет машин. Одна машина вместо нескольких и один фельдшер вместо двух. Дмитрий работает сам, ведь напарника ему не дают. Кадров катастрофически не хватает. А значит, с такими успехами уже совсем скоро будет некому звонить и приезжать на вызов. Евгения Коваленко, Жанна Дучак, Марьяна Бурякова и Вячеслав Фролов. Подробности недели, телеканал Интер. Обсудим вот такое положение экстренной медицины с Ириной Сысоенко, замглавы парламентского комитета по здравоохранению. Сегодня гость подробностей недели. Спасибо вам, Ирина, за это. Добрый вечер. Ирина, вот как вообще получилось, что скорую помощь довели вот до такой нищеты? В последние два года в государственном бюджете Украины нет никакой копейки на централизованное финансирование службы экстренной медической помощи. Эти из этих выдатков переклали на финансирование на регионы Украины. И если, например, в Киевской области, поруч с столицей, есть деньги, и в прошлом году самостоятельно из бюджета они хоть несколько автомобилей новых смогли придбать, то есть другие области Украины, которые не имеют такой финансовой возможности. Например, Тернопольская область, которую я нещодавно відвідувала. У них нет даже денег за то, чтобы выплачивать надбавки работникам экстренной медической помощи, которые должны быть за законом обеспечены для бригад экстренной медической помощи. Ирина, давайте поговорим языком цифр. Вот в этом году какую сумму можно оценить вот это недофинансирование службы экстренной медицинской помощи и какую сумму, ну хотя бы минимальную, да, нужно выделить экстренно, чтобы вывезти службу из Комы. Під час подготовки до государственного бюджета Украины я подавала поправку, как раз, яка относится экстренной медической помощи. Ця сумма сягает 5 миллиардов гривен. Для того, чтобы хоть минимально забезпечить и поднять из тех руин службы экстренной медической помощи в том состоянии, как оно есть сейчас, нужно хотя бы 3 миллиарда гривен, которые распределить между областями Украины и надать для того, чтобы закупить автомобили экстренной медической помощи. Не то, чтобы надать финансы для выплаты надбавок для работников экстренной медической помощи. И это мае быть в приоритете. Для того, чтобы ремонтировать помещения, из которых по стелле течет вода, там, где безусловно перевдягаются и находятся работники экстренной медической помощи, единых диспетчерских бригад, областных. Это все мае быть безусловно действием уряда на уровне государственного бюджета Украины. И не можно основную программу, которая обеспечивает фундаментальное право каждой люди на сохранение жизни и здоровья, просто скинуть из государственной ответственности и передать на регионы. Ирина, вот вы говорите, что нельзя сбрасывать с государственных плечей. Я пока несколько месяцев наблюдаю и вижу, что боретесь, по-моему, за спасение скорой помощи в этой стране только вы. Минздрав хоть чем-то занимается на сегодняшний день? Знаете, мне очень шкода, что Министерство охороны здоровья не смогло отстоять основную государственную программу, которая относится охороны здоровья. Поэтому как раз новой подготовленный законопроект с возвращением к премьер-министру Украины. И я очень рада, что почти все народные депутаты, до которых я подходила и обратилась, 227 подписчиков народных депутатов Украины, всех политических сил, есть в поддержке экстренной медической помощи. И это должно быть подставой для негайного внесения законопроекта и голосования за эти изменения в государственный бюджет Украины. Ну, негайно, да, это могут быть подставами. Ну, а что если нет? Вот наши в Верховной Раде застряют и более нужные инициативы, согласитесь? Ну, по-перше, я хочу наголосить на том, что экстренная медичная допомога, в том числе, может в будь-який момент знадобиться и будь-якому народному депутату, который едет по автомобильным дорогам, и который может в будь-який момент потрапить в ДТП. И в том числе представителям уряда. Потому что иногда можно просто не встегнуть долетить литком до клиники Швейцарии або Німеччины, где все там звукли лікуваться. И так же хочу наголосить, что я подала нещодавно законопроект, который относится того, чтобы отменить все эти финансовые гарантии на медическое обслуживание, пильговое, для народных депутатов Украины. Чтобы они так же, когда голосуют, и рассматривают государственный бюджет, чтобы они в первую очередь, если они не думают за граждан, за своих выборцев, то хотя бы думали про себя и про своих близких. И то, что швидкая допомога, экстренная медичная допомога может в любой момент стать основной для их родин, это должен быть как раз приоритет. Но, между прочим, это хороший стимул. Ирина, если резюмировать, и пожалуйста, коротко, вы вообще верите в то, что ситуацию в экстренной медицине можно еще спасти? Так, если в ближайшее время премьер-министр Украины и уряд услышит, что нужно найти 3 миллиарда гривен на экстренной медичной допомоге, то я уверена в том, что ситуация может быть изменена. Если нет, то на номер 103 можно будет скоро не телефоновать, а нужно будет просто дать номер телефону урядовой горячей линии для всех пациентов Украины. Для того, чтобы все же таки те люди, которые принимают решение, понимали свою ответственность и что все же таки происходит в нашей стране. Ира, ну что ж, побажайте нам успехи. Терпение вам, благое дело, действительно, спасибо. Замглавы парламентского комитета Украины по здравоохранению Ирина Сысоенко была гостем подробностей недели. Мы продолжим. Героем этой политической недели был Минздрав, причем уже в контексте привычном для этого ведомства при Ульяне Супрун. Депутаты снова требовали ее отставки. А ведь ситуация с Минздравом вдвойне странная. Во-первых, Супрун в парламенте до сих пор так и не утвердили в качестве министра. Во-вторых, сама она просто игнорирует все претензии своя адреса. С полной ответственностью хочу заявить, что весь порядок денной работы Верховной Ради, который формует нынешнее руководство парламенту и нынешняя правовладная большинство, абсолютно не отвечает тем проблемам и требованиям, которые сегодня высказывают люди до влады. Они ждут на рабочие места, гидные зарплаты и пенсии, снижение тарифов. Люди ждут нормальную медицину, освобождение Супрун и возможность дать своим детям качественную обучение. Все эти законопроекты нам внесены, но правовладная большинство их блокирует, занимаясь лишь политическим популизмом. В народе Ульяну Супрун называют доктор смерти. В результате так званої реформи, вместо того, чтобы увеличивать качество послуг, сделать их более доступными для украинцев, они закрывают лекарные заклады и скорочивают медичных работников. В Польше уже 50 тысяч медиков выехало. Кто завтра будет лековать украинцев? Дети, депутаты, чиновники, министров, где-то там по закордонам может и полякуются. А куда простому колгоспнику одеваться, работнику, вчителю, лекарю. И тому мы добиваемся, чтобы было достойное государственное финансирование медической галузи и чтобы была политично ответственная особа на челе Министерства охраны и здоровья. Ульяна Супрун незаконно призначена на эту посаду. У нее двое паспортів, как минимум, что заборонено Конституцией Украины для государственных службовцев. И наша команда вымагает ее видставки. Но и это еще не все. Со ссылкой на Минздрав СМИ распространили очень заметную и очень скандальную новость. Якобы Минздрав предлагает начать экспорт крови из Украины. По данным Министерства, потребности нашей страны в донорской крови уже обеспечены, да еще и излишки накапливаются. Вот их-то в ведомстве Супруны предлагают отправлять за границу. Казалось бы, столько всего можно сказать по этому поводу, но лучше, наверное, оставить без комментариев. Будем надеяться, что хотя бы вот это не больше, чем фейк. Ну и вот на таком фоне любопытно посмотреть на социологию. Вот данные, которые опубликованы сегодня Центром София. Немного необычные. Тут не только президентский рейтинг, но и премьерский. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то тройка лидеров выглядела бы следующим образом. Первое место Юлия Тимошенко с результатом больше 14%. На втором месте Петр Порошенко результат около 10%. На третьем Юрий Бойко с результатом тоже около 10%. А вот интересный вопрос о премьерстве. Социологи предложили респондентам выбрать, кто мог бы возглавить правительство и успешно решить экономические и социальные проблемы страны. Самый популярный ответ Юлия Тимошенко результат больше 10%. На втором месте действующий премьер Владимир Гройсман у него тоже больше 10%. На третьем Юрий Бойко почти 9% опрошенных выбрали именно его. И вот как такие результаты объясняют сами социологи. Годом разочарования был год 2017. Данные, которые на грани такого социологического СОС, обвальное негативное отношение людей к государственным институтам власти или институтам власти государства. Посмотрите этими глазами на эти данные. Дело не в персонах. Здесь можно много спекулировать. Хорош нехорош нравится не нравится. Но то, что подавляющее большинство украинских граждан перестали доверять поведению государственных органов власти, то есть тех, кто формулирует задачи национальной политики, кто принимает законы и определяет национальную норму, кто реализует волю государства, но в политической системе это волю парламента как исполнительный орган, говорит о том, что люди перестали не только ориентироваться на эти решения, а относятся к ним с недоверием. О доверии говорили сегодня во время часа правительства в Верховной Раде. Депутаты снова задавали вопросы и Владимиру Гройсману, и министрам о чрезмерных силовых действиях правоохранительных органов и давлении на бизнес. Хотя даже специальный закон приняли, так называемый Макси-шоу-стоп. Все равно ситуация коренным образом не изменилась. И особенно неприятны такие наезды силовиков для айтишников. Скасывание функций службы безопасности Украины национальной полиции и прокуратуры все те, что касается работы с бизнесом это анахронизм радянской системы непрепустимой. Поэтому мы готовы поддерживать законопроект вам и внесенный и даже бы предлагали его расширить для того, чтобы эту проблему решить и снять с порядка денного цей тиск который происходит от правоохранительной системы на бизнес систематично я с ним тоже стыкаюсь когда встречаюсь с бизнесом на территории и я думаю что вот это что мы приняли закон маски шоу 312 голосов говорит про то что в этом зале украинского парламента все народные депутаты очень четко чувствуют вот ту напряженность яка отбывается выжить выжить под обстрелами врага не замерзнуть в холодном доме и решить нерешаемое тарифное уравнение это жизненные задачи жителей многих прифронтовых сел и городков дело в том что люди попали не только в огненную ловушку но и в коммунальную в Авдеевке Красногоровке и Марьинке нет газа труба перебита альтернатива или покупать уголь по космическим ценам или обогревать дома электричеством но тарифные расценки для людей просто неподъемные ведь при фронтовых городках население небогатое о коммунальной несправедливости Ирина Баглай это было еще в 2014 Ирина Николаевна хорошо помнит тот страшный день страшно было жутко во первых мы не знали чего ожидать вообще одних когда они тут в городе хозяйничали я не знаю я лично даже на лавочку боялась выйти посидеть а потом в дома снарядами ворвалась война бесконечные атаки за эти годы для жителей Авдеевки слились в одну вот только первый обстрел четко врезался в память это было 22 травня тогда и упало 240 снарядов прилетела мина прямо в сарай сарай полетел на хату разбились окна разбилась крыша побила скот ту весь ну а мы в подвалах сидели истории обстрелов почти одинаковые во всех прифронтовых городах и весях теперь вместо входа в добротный дом Ирины Николаевны руины с мужем они переехали в Авдеевку еще до войны хотели быть ближе к детям которые учились в Донецке в итоге семья уже четвертый год ютится во флигеле в своем первом укрытии мы повзали в флигеле по полу и молились чтобы мы вообще живые остались несколько лет подряд сюда мало кто отважался заехать да и людей редко когда можно было встретить на улицах здесь регулярно рвались снаряды сегодня же невиданное оживление здесь кипит работа с начала марта удалось уже восстановить три десятка домов это в дворе у них взорвалась такая штучка и нет крыши вот мы ее сейчас и восстанавливаем отряд сумских спасателей как десант их задача восстановить тепловой контур домов на крупнокалиберные снаряды боевиков отвечают своим мирным калибром сотка там еще десятка есть вы там вы сортивно будете у нас парашют кто не боится кто боится приехавшим из мирного города спасателям больнее всего видеть в разбитых домах стариков поэтому работать стараются быстро и на совесть и в снег вы нас приехали спасать ну нервы мои уже никуда вся улица разбита с лета сумские спасатели уже восстановили 300 домов это третья часть всех поврежденных зданий сделали бы и больше но работать разрешают только до обеда пока есть сопровождение миссии ОБСЕ она гарант тишины на этих улицах и мы вместе с ними обязаны вернуться обратно на базу приходилось спасателям возвращаться и по уже отстроенным адресам начинать все сначала мы работали по улице Седова и они закончили работать 2 часа выехали с дома а в 4 часа туда прилетела мина но и в отремонтированных домах людям не согреться Авдеевка Красногоровка Марьенко города возле Донецка заложники трубы из-за обстрелов они остались без газа альтернатива уголь или электрообогреватели вот только цены для людей неподъемные Газ в частный сектор Авдеевки подвели еще до 3 года до начала военных действий на радостях люди разбили свои печки а теперь с ужасом смотрят как бешено мотают киловатты электросчетчик Владимир Семенович рад гостям говорит разговор греет душу и зовет свой холодный дом вот 4 градуса печки в доме у Владимира Семеновича нет и в Старой Авдеевке таких почти 90 дворов это все снято вот батареи во всей хате потому что нету газа дом военный пенсионер строил просторный а теперь ютится в одной комнатушке тут у него и кухня и спальня и гостиная вот это я вот уже обогреватель хозяин держит поближе к кровати на полную мощность если бы захотел не включит вот тут 2, 4 она не выдерживает но главный сдерживающий фактор экономия ведь счета приходят космически пересмотреть тарифы на электроэнергию людям у которых нет альтернативы газу такой вариант предлагают местные власти но для этого нужно решение правительства и парламента в их кабинеты уже не раз стучались жители прифронтовых городов но пока безрезультатно и людям остается только ждать весеннего тепла Ирина Баглая Андрей Костюк Анатолий Воробей из Донецкой области подробности недели телеканал Интер И вот последняя новость из фронта к этому часу боевики нарушили перемирие они из минометов обстреляли Авдеевку есть разрушение два дачных дома с двухдневным визитом в Украине министр иностранных дел Франции Жанеф Ледриан вчера уже поздно вечером он встретился с президентом Украины главной темой переговоров стала конечно ситуация на востоке нашей страны Петр Порошенко поблагодарил Ледриана за неизменную поддержку Франции территориальной целостности и суверенитета Украины а также пригласил Эммануэля Макрона посетить Киев а сегодня со своим французским коллегой встретился и Павел Климкин говорили о выполнении минских соглашений я думаю что сейчас как раз подходящий момент для возобновления реализации минских соглашений около года остается до выборов в Украине в то же время мы увидели завершение определенных политических циклов Германии и России это возможность для нас выступить с новыми или повторными обязательствами в рамках минского процесса чтобы продвигать все это я в скором времени вернусь в Украину в компании моего немецкого коллеги вообще же Франция на этой неделе источник громких новостей там под стражей оказался бывший президент Николя Саркази и хотя обвинения против него и прозвучали впервые довольно давно еще в 2011 году только сейчас следствие предъявило Саркази официальное обвинение якобы он получил десятки миллионов евро от ливийского диктатора Муамара Каддафи на предвыборную кампанию во Франции накануне Саркази дал интервью французскому телевидению в котором пообещал это прямая речь с триумфом восстановить свою честь а как он собирается доказывать свою невиновность и кто из семьи Каддафи готов свидетельствовать против экс-президента Франции все расскажет Елена Абрамович задержали утром после полуночи отпустили а на следующий день продолжили допрос с бывшим французским президентом обращались больше как со свидетелем но по итогу Николя Саркази все-таки обвинили в пассивной коррупции нелегальном финансировании избирательной кампании и сокрытии государственных средств Ливии эта клевета превратила мою жизнь в настоящий ад сказал Саркази журналистам газеты Ле Фигаро его фото в эти дни на обложках практически всех французских СМИ но спать спокойно бывший президент не может говорит еще с 2011 года когда в его адрес впервые прозвучали обвинения именно тогда люди из окружения ливийского диктатора Муаммара Каддафи которого Саркази помог свергнуть заявили во время предвыборной кампании 2007-го Саркази получил от Каддафи 5 миллионов евро дело потом закрыли но скандал снова вспыхнул после появления франко-ливанского бизнесмена Зияда Токиедина мол он лично перевез из Триполи в Париж три чемодана с деньгами эти люди которые являются преступниками правонарушителями не предъявили никаких доказательств ливийские свидетели заявили что такие суммы не могли переместить незаметно у Каддафи была привычка записывать все фотографировать он был безумцем эксцентриком который безусловно сидел на наркотиках и при этом нет ни одного доказательства даже самого крошечного намека на доказательство тем не менее для вынесения обвинения следствию доказательств хватило такое дело против президента это позор для страны стали трубить французские ультроправые это дело очень важное потому что речь идет не только о финансировании избирательной кампании это касается войны ликвидации главы государства это касается резкой дестабилизации страны что привело к массовой миграции в Европу впрочем есть и другое мнение это касается попытки убрать политика из предвыборной гонки ведь скандал вокруг Саркази впервые разгорелся накануне предвыборной кампании и это привычная практика во Франции например тот же Франсуа Фион в прошлом году он воплотился первым местом в рейтингах из-за коррупционного скандала журналисты раскопали что супруга Фиона домохозяйка и мать пятерых детей 8 лет была оформлена помощницей мужа тогда еще депутата и получала жалование я не буду развивать эту серию клеветы с последовательными откровениями 36-летней давности которые тщательно сливают разные госведомства всего за 10 дней до выборов хоть речь шла не об основных суммах но козырь имидж неподкупного политика Фион потерял как и шанс стать президентом коррупции обвиняли и Жака Ширака в деле бывшего президента Франции тоже фигурировали фиктивные рабочие места Ширак будучи мэром оформил членом своей партии на несуществующие должности правда этот скандал не помешал ему баллотироваться на второй срок тогда он сражался с националистом Жан-Мари Ле Пеном отцом Марин и выиграл с лозунгами за вора но не за фашиста еще один известный французский политик Алан Жупе был признан виновным по подобному обвинению и ясно это делалось для того чтобы защитить Жака Ширака который тогда боролся за президентское кресло так что конечно французские политики не все но часто были замешаны в таких делах однако масштабы скандала Саркози беспрецедентные дело Саркози может быть и началось как политическая игра но сейчас у бывшего президента уже нет будущего и то что происходит просто работа системы правосудия считает эксперт согласны с этим и парижане политики не ангелы нет необходимости перечитывать Макеевели это неудивительно но нужно ли за это судить уже другой вопрос правда заключается в том что во Франции мы больше не можем думать о лазейках недоступных системе правосудия которые обеспечивали раньше иммунитет и это меня очень радует парижане это называют новой эрой их политики с приходом Эммануэля Макрона и новых лиц фразы это их личное дело и грешат все больше не работают от политиков в первую очередь ждут выполнения взятой на себя миссии из Парижа Елена Абрамович Вадим Сиридонов подробности Европейское бюро телеканала Интер кстати деньги Каддафи в Европе этой весной обсуждаются не только в связи с фигурой Саркази вот в Бельгии со счетов банки исчезли более 10 миллиардов евро как объясняют власти страны сейчас эти средства контролировались людьми из ближайшего окружения свергнутого ливийского диктатора причем они были заморожены по решению ООН всего более 16 миллиардов евро за несколько лет от этой суммы осталось около 5 миллиардов там же в бельгийской столице а по совместительству этой столицей Евросоюза сегодня закончился двухдневный саммит ЕС особенно важно с точки зрения всех тех новых вызовов с которыми столкнулись европейские политики за последний месяц во-первых отравление Сергея Скрипаля в Солсбери для премьера Британии Терезы Мэй главным было получить поддержку от европейских коллег но вот перетянуть лидеров ЕС на свою сторону чтобы согласовать солидарную реакцию всего Евросоюза оказалось не так-то и просто одна из главных причин этого сам статус британского премьера все-таки согласитесь не просто просить о помощи и одновременно договариваться об уходе из общего дома Брексит был второй главной темой саммита ну а третий это торговая война с Соединенными Штатами новоамериканские пошлины на сталь и алюминий бьют прежде всего именно по европейским производителям и вот как раз по этой теме европейцам похоже удалось согласовать единую позицию Европа будет защищаться защиту экономики обсуждали и в Украине Кабмин прекратил действия программы экономического сотрудничества с Россией это часть комплекса правительственных мер по противодействию агрессивной российской политике и в Кабмине подчеркивают что сами же россияне своими решениями по торговле и транзиту которые нанесли ущерб Украине сделали бессмысленной такую программу сотрудничества уже в понедельник 26 марта в правительстве обещают решить и другую проблему по импорту в том числе и нелегальному минеральных удобрений из России именно эти российские поставки сделали критической ситуацию в украинской химической промышленности на кону десятки тысяч рабочих мест почему весь этот кризис затянулся так надолго ведь обещают решить проблему уже не впервые расскажут мои коллеги еще в прошлом году Кабинет Министров ввел антидемпинговые пошлины против российских производителей удобрений однако объемы поставок из страны-агрессоры не сократились а наоборот выросли одни производители меняют химический состав удобрений чтобы миновать пошлины другие завозят через Белоруссию при этом большая часть российского карбамида аммиачной селитры на нашем рынке контрабанда на миллиарды гривен в бюджет не идет ни копейки а наши химические заводы стоят депутаты винят в этом чиновников в том году на контрабанде главе правительства заяву на сходе депутат финансируют терроризм также поставляют на российские заводы народный депутат Олег Петренко уже направил в НАБУ депутатское обращение с просьбой выяснить кто в правительстве лоббирует интересы спонсоров террористов запустить украинские заводы по производству удобрений сегодня призвал премьер-министр Владимир Гройсман заседание правительственной комиссии где должны рассмотреть введение эмбарго на удобрения из страны-агрессора состоится в понедельник депутаты настаивают на увеличении пошлин против российских производителей минудобрений до 42% если политическая воля есть то премьер если решение не примут нардепы обещают физически блокировать поставки контрабанды в Украину и перекрывать рельсы Оксана Григорьева Леонид Аборин подробности недели телеканал Интер общественные аграрные организации подписали сегодня меморандум с партией Батькивщина название новый аграрный курс Украины включает в себя несколько направлений от инвентаризации сельскохозяйственных земель до борьбы с рейдерством аграрный аграрный курс аграрный курс он не просто окреслюет новый развитие аграрного комплекса не просто намечает четкие и последовательные кроки как аграрный комплекс Украины сделать 最 сильнейшим на европейском континенте а он еще и есть таким основой плацдармом базой объединение для всех аграрий Украины для всех политических сил Украины которые хотят объединяться и идти с нами вместе вы смотрите подробности недели мы возвращаемся в прямой эфир оказывается в Украине хватает высокооплачиваемой работы по крайней мере в этом убежден Павел Розенко вице-премьер-министр и куратор социальной сферы да вот прямо так он и сказал я цитирую есть тысячи вакансий с зарплатой выше 15 тысяч гривен и еще уточнил что это не только в Киеве но и в регионах в Полтавской Днепропетровской Одесской Тернопольской Запорожской областях то есть в целом по Украине это я продолжаю цитировать вице-премьера Розенко спокойно можно найти работу с такой зарплатой но если это правда то почему тогда миллионы украинцев уезжают в поисках хоть какой-то достойной работы и зарплаты в другие страны получается что сама реальность опровергает слова вице-премьера вот в одной только Польше уже работают около двух миллионов наших граждан польские власти официально говорят что в ближайшее время рассчитывают еще на несколько сотен тысяч украинцев ежегодно только из одной этой страны в Украину в прошлом году поступило около 100 миллиардов гривен переводов по сравнению с 16-м годом эти поступления увеличились в полтора раза и наверняка в нынешнем году вырастут еще нацбанк на этой неделе опубликовал вообще шокирующие цифры оказывается украинские работники из других стран перечисляют домой в четыре раза больше валюты чем вкладывают в Украину иностранные инвесторы вот за прошлый год свыше 9 миллиардов долларов что на самом деле происходит с украинскими зарплатами почему в Украине рисуют такую радужную картину на фоне такой мрачной реальности почему средняя зарплата по стране стабильно растет даже 10 тысяч гривен уже этой осенью обещают а вот ощущение что за работу платят справедливо у большинства украинцев все равно нет и почему даже те кому зарплату стабильно повышают все равно вынуждены считать копейки в теории зарплатной относительности разбиралась Инна Томина как превратить скромную зарплату чиновника в загородные дома элитные машины и картины для украинских госслужащих это проще простого они легко меняют законы математики судей и прокуроры которые получают по 3 тысячи гривен живут в особняках а бедные налоговики и таможенники владеют целыми автопарками для нашей страны такие парадоксы норма ведь под скромными вершинами официальных зарплат скрываются айсберги взяток до государственной службы было отношение как до такой годовницы где люди шукают возможность заработать деньги на законный способ сколько же реально получают украинцы по данным Газстата средняя зарплата наших сограждан 11 тысяч гривен в столице и 7 в регионах но эта цифра как и средняя температура по палате весьма относительно ведь реальная картина смазана конвертами бизнес у нас в глубокой бухгалтерской тени казалось бы чуть яснее ситуация с бюджетниками точнее с простыми бюджетниками так спокойно начинается дежурство акушерогинеколога Галины Паламарюк но как закончится ее рабочий день не знает никто в любую минуту в отделение могут привезти роженицу людина пациенту за стаж я понимаю что людям которые так не любят Верховную Раду им слышать о зарплате 28-29 тысяч гривен неприятно близко 30 тысяч гривен на деяле народного депутата в Украине не выстачает но если госзарплату нельзя повысить себе с помощью закона то ее можно значительно улучшить благодаря премиям сейчас в Украине для госслужащих оклад устанавливается по-разному в сумме которые получают на руки 30% оклад остальное разного рода доплаты и это широкое поле для финансовых маневров Прикрыть премиальную кормушку в этом году решили депутаты теперь доля оклада в зарплате будет составлять 70% правда норма эта вступит в силу не сразу немного времени для гособогащения у чиновников еще есть эта норма вступит в действие и начнет действие только с 2019 года поступово до этого часа чиновникам будут поднимать сам оклад а премия в размере не больше 30% начнет действие с 2019 года а пока можно не стесняться поощрять себя за труд например керевництво на ЗК в один момент отримало премию сразу за несколько месяцев и она достигнула там 300-200 тысяч гривен но есть в Украине и топ-менеджеры зарплаты которых даже без поощрений вполне могут выдержать мировую конкуренцию это новая каста государственных миллионеров судя по декларациям на сайте на ПК рейтинг дорогих чиновников примерно следующий в топе Андрей Коболев глава нафтогаза получает более полутора миллиона гривен в месяц президент энергоатома Юрий Недошковский трудится за 300 тысяч гривен примерно такие же зарплаты у глав нацбанка администрации морских портов и у руководителей целого ряда госпредприятий в списке самых дорогих топ-менеджеров и глава Укрпочты Игорь Смелянский о своей зарплате говорит открыто 333 тысячи гривен в месяц я понимаю что для большинства населения Украины эта зарплатная плата выглядит нато великой для меня особисто это зарплатная плата которую я отримовал 10 лет тому когда закончил университет США такие зарплаты действительно оправданы чтобы отбить желание руководителя брать взятки и выглядит это честнее чем оклады у директоров в 3200 проблема лишь в контрасте рыночные зарплаты получают единицы а мизер миллионы к примеру на сайте вакансии того же почтальона ищут за 5000 в месяц но разрыв между зарплатами колоссальный и квалифицированные специалисты которые не умеют играть в зарплатные считалки или приумножать свой доход с помощью взяток чтобы выжить вынужденная трудиться на нескольких работах или уезжать из страны туда где зарплатная арифметика честнее миграция медицинских кадров сейчас очень особенно выезжают молодые специалисты квалификованные перспективные Инна Томина Ольга Паламарюк Наталья Шумакова и Андрей Нерковой подробности недели телеканал Интер бизнес на украинских моряках не проходит и недели чтобы в прессе не появлялись сообщения о наших соотечественниках терпящих бедствия в том или ином порту картина как обычно традиционная на судне закончились еда топливо а вернуться домой нет возможности но это уже итог заполученных рейсов а начинается все чинно и благородно еще на берегу наш одесский корреспондент попытался разобраться с помощью каких схем чаще всего обманывают моряков и есть ли управа на таких махинаторов налогов в таких условиях поддерживает только тренировка но это сложно сделать когда ограничен продуктах питания сухогруз в Элбек у причала Ильичевского судоремонтного завода здесь в кормовой части забаррикадировался боцман Игорь Хвостов сначала судовладелец не выплачивал моряку зарплату долг уже 14 тысяч долларов затем оставил без еды а после и вовсе пытался выгнать судно в ответ Игорь задраил все двери и перешел на осадное положение. На завод журналистов не пускают, связываемся по видеочату. Вся проблема состоит в том, что из-за бедственного социально-экономического положения на Украине приходится работать у недобросовестных работодателей. И вот результат. Результат того, что моряки идут на крайние меры. Матросы, сварщики, электромеханики и повара. Число украинцев, работающих в море, за последние несколько лет резко возросло. По разным данным, колеблется от 100 до 200 тысяч. Сейчас уйти в рейсы пытаются даже те, кто всю жизнь провел на берегу. Оно и понятно. Ежемесячный оклад контрактников от 1000 до 10 тысяч долларов. И, конечно, вот это колоссальное количество людей, которые находятся в активном поиске работы, ну и вынуждает к тому, что появляются эти схемы мошеннические. И огромное количество моряков тоже попадает в их сети. На иностранные корабли моряки трудоустраиваются с помощью крюинговых агентств. От английского слова «crueing» – набор экипажа. Но жертвами мошенников часто становятся, даже не переступив их порога. Так обманули Дмитрия Кузьмича из Донецкой области. Своё резюме моторист разместил на сайтах. Ему тут же позвонила посредник, некая Ольга. За трудоустройство на хорошее судно Дмитрий отдал женщине 3600 долларов. И мошенница исчезла. По её словам, они берут деньги для того, чтобы отнести директору и договориться о трудоустройстве. А в итоге, ну, в итоге получается, что ничего не делают, никуда они ничего не передают. Конечно, хочется наказать. Ну, больше бы хотелось сначала вернуть своё. Моряков, обманутых по такой схеме, в Украине сотни. На днях пострадавшие написали заявление в полицию и обратились к правозащитникам. Те говорят, фамилии всех мошенниц в Одессе известны уже несколько лет. Но аферы по-прежнему процветают. Та же Ольга недавно отделалась штрафом в 10 тысяч гривен. Но, скорее всего, это связано с тем, что следователи не должным образом проводят досудебные расследования и не заинтересованы в открытии этих производств. Поэтому мы обращаем внимание руководству нацполиции на тот плачевную ситуацию, которая происходит в Одессе. Но нечистыми на руку регулярно оказываются и сами крюинговые агентства. Михаил Новиков больше года провёл на судне «Фринептьюн» у берегов Омана. Судовладелец объявил себя банкротом и бросил экипаж на произвол судьбы без зарплаты и еды. В Украину удалось вернуться пока только части моряков. И то после того, как объявили голодовку, а фотографии попали в СМИ. Мы написали, что это голодающий страйк. Верните наши зарплаты, верните нас домой. Сшивали между собой простыни свои и краской наносили, вот это всё писали. Теперь в своих бедах моряк обвиняет в том числе и крюинговое агентство. Дескать, там знали, что у судовладельца финансовые проблемы, но намеренно скрыли эту информацию. До этого три смены экипажа было без зарплаты. При этом говорили, что всё нормально, не волнуйтесь. На самом деле мы не получили ничего, кроме лжи, вранья и постоянных обещаний. В агентстве разводят руками. Мол, для них банкротство судовладельца стало неожиданностью. Господин Новиков подписал все необходимые бумаги, когда он уходил в рейс. У нас всё это есть. Если господин Новиков настроен негативно, я говорю, он может отправить в суд на нас. То есть все легальные методы, пути для него открыты. В морских профсоюзах признают зачастую именно серые схемы крюинга. Причина того, что украинцы сотнями томятся в иностранных тюремах и портах. По закону крюинговые агентства обязаны предоставлять морякам достоверную информацию о работодателях. Если не делают этого, министерство соцполитики вправе отобрать у них лицензию. Правда, для этого нужно проверять такие агентства. А этого сейчас никто не делает. Мы не говорим, что сейчас агульно надо побежать и позакрывать половину крюингов в Одессе. Но мы говорим о том, что если есть жалоба официальная от моряка, к такому крюингу надо идти, проверять и задавать вопросы. В Минсоцполитике отвечают на плановые проверки в стране мораторий. Но признают, контроль над такими посредниками необходимо усиливать. И в Верховной Раде, дескать, уже зарегистрирован соответствующий законопроект. Пока же проверять крюинговые агентства могут точечно, после обращения пострадавших. А через несколько месяцев, как ожидается, в Украине начнут работать информационные офисы, в которых моряки смогут проверить сведения о работодателях. Это инициатива почетного консула Греции Пантелеймона Бумбураса. По его словам, сейчас в Греции работает до 15 тысяч украинских моряков. Ежегодно они приносят государству 200 миллионов долларов чистого дохода. Поэтому и Украине нужно позаботиться о людях этой профессии и защитить их труд. Я разговаривал с директором всех офисов в Одессе, что-то мы придумали, что сделаем что-нибудь, которое спасает все моряки и все проблемы. Если, не дай бог, в другой раз что-то будет уже есть готовый механизм, что мы не ждем один год, что начинаем работу. Я вижу перспективу, если реально хочет, например, Министерство Украины, работает Министерство Греции, увеличивает количество моряки, это будет хорошо для Украины. Кроме того, чтобы не стать жертвами мошенников или недобросовестных компаний, моряки могут обращаться в различные профсоюзные, правозащитные и благотворительные морские организации. Их контакты легко найти в интернете. Андрей Анастасов, Богдан Вербицкий, Игорь Михоношин. Подробности недели. Телеканал Интер. На этом все на сегодня. Спасибо, что смотрели подробности недели. До встречи в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова